Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 июля 2017 года среда. По одному из старинных, четвёртый день месяца получения дорог природы 7525 лета, вторник. Начинаем живой эфир, посвящённый теме «Атлань и вторая луна Земли Фата. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий». Автор-сказитель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Довольно-таки интересная тема заявлена. Почему ты в этот раз решил её рассмотреть? С чем это связано? Дело в том, что это связано с моими наработками. И как помнят наши слушатели, или ты, Алексей, в прошлый раз я считаю, что мне удалось найти вторую луну Земли Фату. А нахождение такого крупного объекта, как Фата, который описан и в ведах Земли, то есть в знаниях Земли о прошлом, и который мелькает в легендах по всему миру, как Фаэтон, автоматически привело меня ко второй составляющей, к поиску ответа. А если была Фата, значит, должна быть и Антлайн, потому что они идут вместе. Плюс это, наверное, одна из самых больших для современности загадка, миф и тому подобное, которая требует рассмотрения. Если этого не было, значит, мы ничего не найдём. А если это было, значит, мы общим усилием сможем это подтвердить. Потому что я считаю, что мне удалось собрать не только сведения, имеющиеся о этой катастрофе, но и добавить и свои скромные наблюдения, которые я и предлагаю слушателям изучить и сказать, ну, нужно ли было поднимать эту тему. Своевременно достойна ли собрана информация для того, чтобы её продолжать наполнять или сказать «нет, этого не было, всё, вопрос закрыт». Так что, может, по этому? Хорошо, хорошо, хорошее вступление получилось. Теперь давай уже переходить к самой теме. Что же это такое за… давай расшифруем Антлайн, вторая луна Фата, на Земле Фата тоже надо расшифровать, и дальше уже пойдём разбираться, что означает возврат из бездны моря, тьмы тысячелетия. Просто напомним, потому что не все же у нас такие продвинутые историки, продвинутые изучатели своей древности или древности вообще легенд Земли нашей. Вот давай немножечко введём в курс дела. Благодарю тебя, Алексей. Именно это я и хотел сделать, потому что для широкого круга слушателей, читателей вообще населения Земли, как говорится, очень много непонятных слов, которых вообще-то в обиходе-то и нет. Все слышали про Атлантиду, тут какая-то Антлань. Все слышали про Фаэтон, тут какая-то Фата. Но самое смешное, что на самом-то деле я не исследователь, а такой же простой человек, как и наши слушатели, который просто интересовался нашим прошлым. Потому что те данные, которые предоставляет современная наука, меня не устраивали, как говорится, ещё в школе. А развитие интернет-технологий только усилило мои подозрения, что, мягко говоря, наука или не хочет, или не может нам дать реальную картину прошлого. Поэтому мы, как люди, интересующиеся. Я такой не один, нас много по всему миру. Вы увидите это из собранного материала. А я его же просто объединил и добавил свои наработки, которые предлагаю всем остальным для того, чтобы они тоже могли внести свою лепту, любую. Даже маленькая песчинка может оказаться ниточкой, которая, как мы выяснили, ниточкой может привести к целому клубочку, а то и, как говорится, строению Вселенной, а не только истории. И поэтому я всегда и обращаю внимание наших слушателей на те, как говорится, материальные свидетельства, почему я эфиры люблю давать темы для эфиров, только те, которые мной обличены в виде статей или которые представлены на интернет-канале, для того, чтобы каждый человек мог их оценить, дополнить или обратить моё внимание для дополнения на информацию, что она подтвердилась или нет, чтобы мы вместо науки восстановили старую картину прошлого. Потому что тот, кто не помнит своего прошлого, а в нём были задействованы наши предки, значит, не имеет будущего. Нам это неинтересно, нам интересно иметь будущее, поэтому мы вспоминаем прошлое, что я предлагаю. Для тех, кто интересуется, опять же, вберите в любом поисковике Виктор Максименко и посмотрите всю эту информацию на интернет-канале или на сайте КОНТ, где вы можете и прокомментировать, и поделиться, и добавить, и оценить то, что собрано. Ну, вступление получилось длинным, а теперь давайте перейдём конкретно к фактам. Давай. Дело в том, что, например, для меня всё это начиналось с Вед. Веда — это просто в современном понимании знания о прошлом Земли. Там описаны достаточно серьёзные для нашего современного человека события. Одно из этих событий — это то, что произошло, согласно Ведам, произошло это событие 13 тысяч 25 лет назад, если быть точным, на сегодняшнее лето. И в результате этого события, согласно Ведам, была единая цивилизация. Но в этой единой цивилизации, ну, я упрощённо расскажу, не буду прям все Веды пересказывать, в этой единой цивилизации существовала группа, целая группа архипелаг-островов, на котором в основном жил славянский род А-Антоп. А-Антоп — это обжитая земля, поэтому вы можете встретить это по всей земле. То есть А-Антоп — и обжитая земля. А называлось этот огромный архипелаг-островов, который находился в сегодняшнем Атлантическом океане. А-Антлань — то же самое, как и искажение. Потом добавили букву «Д», и получалось иногда там Тайланд, Дольчланд. То есть Лан — это обжитая земля. Ланд — ну, просто земля, тоже дающая добро. Так вернёмся же к Ведам. Дело в том, что описано серьёзное событие, что 30 тысяч 25 лет назад это А-Антлань, которая находилась в Атлантическом океане, дожилась до такого состояния, что устроила войну с остальной, с другой частью человечества, которая тоже славянскими родами, которая жила на нашем евразийском континенте и, в принципе, тоже по всей земле. И эта война привела к тому, что была разрушена вторая луна Земли Фата с периодом оборота 13 дней. По другим данным, это разрушение произошло в пятницу 13-го. Поэтому после этого и пошло такое выражение, как фатальность, такая, как говорится, нелюбовь к числу 13 по всему миру и тому подобное. Но при результате этого разрушения этой луны произошло падение осколков луны Фаты с периодом оборота 13 дней на Землю. Это были множественные осколки. Но самый большой упал в Атлантический океан, по-современному называющийся. И это падение привело к тому, что Антлань погрузилась под воду. То есть, мало того, что Земля потеряла вторую луну, осколки которой упали на Землю, произошло фактически смещение плит, которое привело к затоплению Антлани. Плюс, по тем же ведам, удар был настолько серьёзный, и осколки настолько сильно ударили о Землю, что все эти ударные волны трижды обогнули земной шар. То есть, погибло практически всё население Земли. Кто говорит, 80-90% населения Земли были. Фактически поверхность Земли изменилась. Изменилась не только сама поверхность Земли, но и удар был настолько сильный, что он привёл к изменению магнитного полюса, к изменению обращения самой Земли. Увеличение года произошло на пять дней для Земли, и уменьшение его произошло на пять дней для Луны. Нашего Луны месяца, которая тогда имела период обращения, тоже как и Земля, 360 дней. И вот такая вот серьёзная информация, присутствует в ведах. Ну, согласитесь, после прочтения такого идёшь и смотришь учебник истории. А там, как говорится, тишина. Никаких сведений, ничего не было, дикие люди и тому подобное. Возникает вопрос, «Ну как же так? Где, как говорится, правда?» Если это событие произошло, имело такие масштабы, оно должно оставить материальное свидетельство, хоть это и было очень давно. А после того, как, как говорится, мои интересы привели к тому, что я для себя нашёл небесный объект с периодом 13 дней, уже стал вопрос совершенно серьёзный. Если это было, значит, нужны материальные свидетельства. Они должны остаться по всему миру. Ну, так как, например, веды наука всерьёз не хочет принимать, она их просто не рассматривает, в лучшем случае объявляет подделкой и тому подобное, нужно обратиться хотя бы к тем источникам, которые они хотя бы не отрицают. В статье, например, я обращаю внимание на диалоги Платона. Они ближе к нам намного по времени, но сам факт, что диалоги Платона они не отрицают. Другой вопрос, что они ставят ему вину, что это какой-то там пересказ со слов кого-то, вот их Платон записал, то есть это, наверное, не происходило. Не происходило. Но сами диалоги Платона они не отрицают. Так что же там писал Платон хотя бы? Ну, это всё-таки ближе к нам. Может, он действительно нам укажет конкретные данные для того, чтобы найти и отыскать эти материальные свидетельства. Так что же там пишет Платон? Он пишет, что этот остров превышал своими размерами Левию. Во-первых, сразу оговоримся, Левия — это место жительства Левов. Она же в современности Ливия. Она же в современности целый континент Африка, которая так и переводится. Афрус — это Лев. То есть это место жительства Лева. Кто так мог назвать целый континент? Ну, я думаю, всем понятно. Продолжаем. Что же там пишет Платон? И Азию. Она же Асия. Это современный евро-азиатский континент весь. Асия, она же так и переводится. Асы — то есть боги, живущие на земле Сырия. Ну, это чуть дальше мы поговорим. Он пишет, что эти континенты Антлань, Африка, Асия, они были настолько близки, что в принципе не было никаких океанов, морей. Это были большие проливы. И путешественникам легко было перебираться на другие острова. С острова на остров и так далее на противоположный материк. То есть Платон 2400 лет назад пишет о противоположном материке Америки. Я подчеркиваю. Америка, которая будет открыта вроде бы только через 2000 лет. А Платон, не стесняясь, пишет про противолежащий материк, который остался и не утонул. Так, что же он там дальше говорит? Который охватывает то море, что и прямо заслуживает такое название. Он описывает, что там, как говорится, маленькие проливы, моря, но они совершенно небольшие, что обеспечивает легкость передвижения по сегодняшнему сплошному Атлантическому океану. И пишет, что владения Антлани заканчивались, они владели Ливией, Африкой, вплоть до Египта. И Европой, вплоть до Тирении. Тиренское море, это море рядом с современной Италией. Оно так, кстати, называется до сегодняшнего дня. Тиренское море. После того, как, как говорится, я прочитал эти диалоги Платона, тоже стало понятно, что уже у нас есть два источника, которые подтверждают происходящую катастрофу, которая произошла 13 тысяч лет назад. Потому что он описывает, это было где-то примерно 2400 лет назад, это было написано, и там в разговоре с жрецом из Египта, все эти данные, которые были указаны на египетском храме внутри какой-то пирамиды, он всё вместе говорит о том, что эти события происходили по словам Платона и египетского жреца, они там все указаны, кому интересно будет, прочитайте, чтобы не перегружать нас информацией, более 12 тысяч лет назад, ну, примерно. То есть в самом Египте это знали, это знает сам Платон, а это уже Греция современная. Но, а что же наука нам говорит? Дело в том, что, как говорится, объединив два письменных источника, получается очень интересная вещь, так как наука, во-первых, сохранила стирение, а во-вторых, наука на территории современной Тирении, рядом с Италией, Грецией, она ведь разместила целую временную эпоху и назвала её античность. Античность, опять же, мы видим тех же антов, которые, по заверению науки, античность началась где-то 2800 лет назад. Потом вдруг опять, откуда ни возьмись, через примерно полторы тысячи лет, у науки опять вдруг появляется, опять же, рядом с территориями развитости, античности, неизвестное племя Анта. Опять же, племя неизвестное, ниоткуда непонятно взялось, но для науки. И они уже начинают признавать, что, знаете, Анта — это славянская племя, да. А вот связывать античность, Анты и Антлань, она же Атлантида, наука не хочет. Но я обращаю внимание слушателей, что все эти данные есть. И всё это можно проверить. Ведь это предлагает сама наука. Прошли тысячи лет, а в тех же местах живут примерно те же племена. Ну, по крайней мере, уже, как говорится, их потомки. Всё-таки 13 тысяч лет — это достаточно долгий срок. Но я ведь не один читал эти диалоги Платона и обращал на них внимание. Вот, например, совершенно недавно, в 20 веке, археологи из Швейцарии, Эберхаццангер, решил проверить факты, которые приводит Платон в своих диалогах. Ну, не о самой Атлантиде, а о тех сооружениях, что были на территории той же Африки, Европы. И вот они отправились на территорию Африки, Ближнего Востока, чтобы проверить те материальные свидетельства, которые указаны в Платонах. И они, как говорится, должны существовать на Земле. И что же они открыли? Они открыли, что ещё 5400 лет назад фараон Менес приказывал сооружать такие каменные плотины на реках. Плюс такие сооружались масштабные хранилища воды, каналы рылись в Египте, Шумере, Вавилоне, что эти сооружения превышают даже по своим масштабам сооружения, которые описывает Платон, как говорится, времён Атлантиды. Так почему же нужно принимать все данные Платона как какую-то тоже байку, выдумку, неправильный рассказ, когда даже те материальные свидетельства, которые остались на землях Африки и Ближнего Востока, они не только подтверждают диалоги Платона, но и превышают их по своим масштабам. То есть масштабы деятельности были огромные, это были не дикие какие-то люди, а совершенно развитые, которые могли себе позволить, скажем так, много, а не только то, что там наука им приписывает, камень, палку, да и всё. Дело в том, что эти диалоги позволяют нам более точно узнать место расположения Антлани. Дело в том, что там они начало этих островов, архипелага огромного, оно чётко указано, что за Геркулесовыми столбами, а это современный пролив между Африкой и Европой, а он же Гибралтарский пролив, фактически уже через пару сотен километров началась Антлань. Ну, если это так, значит, должны сохраниться, опять же, материальные свидетельства о том, что это раньше было не сплошной океан, а суша. И они были получены и подтверждены советскими учёными ещё в 79-м году, когда судно Академик Петровский вышло за эти Гибралтарский пролив, за эти бывшие Геркулесовые столбы, и они проверяли вулкан Ампер. Это ещё, скажем так, не очень далеко за столбами, там фактически сотня другая километров, не больше. И подводную гору Жожефина. То оказалось, что это древние вулканы, а в прошлом остров, причём остров совершенно недавно. Точные, как говорится, данные они нам не дают, когда это всё-таки было остро. Но сам факт, что это не миллионы лет, а совершенно недавно в тех местах, которые указаны опять же Платоном, как места начала Атлантиды, была суша. Дело в том, что современность нам позволяет более приближённые взглянуть на эти места. И в этом мне, например, помогла программа Google Земля. Снимки с этой программы я и привожу статье и всем рекомендую. Дело в том, что Google Земля показывает рельеф океанского дна. И благодаря этой программе мы видим два образования на дне океана. А это всё описано в статье. Эти образования очень напоминают нам по форме и по описаниям, которые были у Платона, как раз основной город Антлани. Дело в том, что там так и было написано, что был основной город, и рядом с ним ещё один маленький. Ну, это основной центр Антлани, Атлантиды, прошлого. И о чудо! Благодаря программе Google Земля мы видим рядом два каких-то огромных образования, потому что маленькие мы не увидим всё-таки это огромные глубины, мы можем увидеть только огромные образования, которые соединены подводными каналами. Вы скажете, ну, а этого мало. Дальнейшее исследование морского дня показывает, что по всему Атлантическому океану это и территория современной Европы, и ближе к Гренландии, и к Америке находятся десятки, десятки огромных образований, которые достойны быть изучены людьми, как говорится, более подробно. Почему? Дело в том, что они чётко ориентированы на магнитный полюс прошлого. Магнитный полюс прошлого находился в Гренландии. И наши предки, когда строили мегалиты, те же пирамиды, строили их в местах силы, то есть на магнитных линиях Земли. Ориентация их чётко на магнитный полюс Земли прошлого, там, где он находился. 13 500 лет назад он находился в Гренландии. И в статье приводится специально для того, чтобы люди могли в этом убедиться, когда линии различных мегалитических построек, в основном пирамид, сходятся на южном полюсе Земли. И на северном полюсе Земли магнитном, где чётко видно, что есть объекты, которые смотрят на географический полюс Земли, есть объекты, которые смотрят на Гренландию, чётко причём на Гренландию, и есть объекты, которые смотрят уже ниже Гренландии. Я поясню для, как говорится, интересующихся людей. Дело в том, что дальнейшие исследования показали, что они в статье не приведены, это уже другие статьи были написаны, потому что объём информации огромный. Дальнейшие исследования в итоге показали, что всё, что ориентировано на географический полюс Земли, это объекты старше 111 тысяч лет назад и связаны с Дарией и первой луной Земли Лелей в период оборота 7 дней, поэтому отдельная статья выпущена выпущена. Это, например, египетские пирамиды, как оказалось. Другие объекты, такие как пирамиды Китая, пирамиды Перу, они в основном смотрят на Гренландию. Гренландия это как раз тот магнитный полюс, который был, как говорится, у Земли после катастрофы, которая произошла 110 тысяч лет назад, а катастрофа, которая произошла 13 тысяч 25 лет назад, привела к тому, что магнитный полюс ушел еще ниже Гренландии, и объекты, которые ориентированы именно на этот магнитный полюс, то есть намного ниже Гренландии, потому что по многим сведениям, как говорится, Солнце три раза сходило не там, где нужно, то есть там примерно понадобились годы, я так понимаю, для того, чтобы хотя бы вращение с Земли стабилизировалось, или даже помощь извне, потому что опять же в том же Египте, раз есть такая древность, там содержатся сведения и у египтян, и у календаря мая, про пять так называемых поминальных дней, то есть раньше оборот Земли был 360,25, потом он стал, после той катастрофы и стабилизировался, система Луна, Земля, и стал 365,25, ну примерно, конечно, там есть свои нюансы, с часами, минутами, но сам факт остаётся фактом, плюс к тому, что те исследования, которые были проведены мной, я искал очень просто, и предлагаю это заниматься любому, у которого есть доступ к программе Земля, всё очень просто, дело в том, что ниже мы посмотрим, что было повышение уровня океана, из-за чего оно произошло, из-за того, что целый континент погрузился под воду, или такое количество воды содержалось на самой Луне Фаты, а по тем же сведениям Фата была обитаема, и там тоже были и водные массы, отсюда возможно и продолжительные дожди, дело в том, что должна сохраниться, скажем так, береговая линия прошлого, и программа Google Земля нам в этом помогает, вы, те, кто её видел, этого района увидят, что другие глубины, глубины древности, они отмечены не интенсивным синим цветом, а таким беленьким цветом, то есть бело-синий цвет, и там, где этот бело-синий цвет, присутствуют, например, следы древних рек, множественные следы древних рек, огромных рек, потому что, ну, маленькие же мы не увидим, всё-таки, глубина большая, и разрешение маленькое для такой программы, как мы пользуемся, это же бытовая программа, не профессиональная, и, но, извините меня, а где вы видели реки на глубине океана, то есть, так именно с этими реками я искал эти города, потому что, ну, вы же поймите, понимаете правильно, что город должен быть, грубо говоря, в прошлом он должен быть прибрежный, то есть он стоять должен быть так, чтобы удобно было к нему попасть с моря и с суши, то есть он, грубо говоря, стоит на границе моря и суши, а значит, рядом должны быть огромные реки, которые были основными дорогами прошлого, чтобы удобно из континента подойти, да и дальше перегрузиться, или вообще прямым ходом уйти куда-нибудь в море-океан, а мы же говорим, что сведения до нас доходят, что, в принципе, существовали проливы небольшие, которые позволяли очень легко передвигаться между материками современной Африки, Азии, Антланью и всей Америкой, то есть маленькие проливчики, они огромный непересекаемый океан, ну а в том, что мы на правильном пути, нас убеждает не только программа Google Земля, где все эти сверх, скажем так, синие области видны, а значит, они в прошлом были затоплены, но и обращаясь внимания, что посередине Атлантического океана идет горный хребет, этот горный хребет в двух местах смещен на очень большое расстояние, это сотни километров, и это смещение, то есть, раньше он был сплошным, и тут у нас есть как раз отрезок в центре Атлантического океана, где идет огромное смещение этой плиты, плюс у побережья Америки есть огромная борозда, оставленная непонятным огромным объектом, который мог привести к тому, что, как говорится, эта горная цепь могла сместиться, но это все хорошо видно на самой программе Google Земля, видны эти шрамы, видны эти смещения тектонической плиты, в основном я там понаставил огромное количество меток, эти метки в основном расположены либо в прибрежных регионах бывшей Америки, Гренландии, Европы, Африки, но и, внимание, они расположены по обеим сторонам этого подножия этого огромного горного хребта, о чем это говорит, о том, что эти зоны требуют особого внимания, потому что, как вы понимаете, на самой горе огромный город не построишь, а вот у подножия гор это вполне вероятно, поэтому это зоны особого внимания, но мы все-таки не профессионалы, у нас нет этих оборудований, мы не можем проверить там эхолокацию провести лично в тех регионах, но есть люди, которые могут это сделать, и вот в статье приводится кубинский подводный город, который находится рядом с Кубой, это провинция Пеналь-де-Рио, и люди нашли какие-то подводные там образования, провели эхолокацию, и в статье приводится эта эхолокация с глубины, где видны огромные пирамидальные мегалитические постройки, целый комплекс, примерно общей площадью 200 гектаров, это открытие было сделано в 2001 году, что еще раз подтверждает, что город, город этот, он был ранее, совсем недавно, как говорится, на два домика, сейчас же он глубоко по два домика, плюс, плюс, те два образования, что обнаружены рядом с Африкой, за Гибралтарским проливом, что описывается и в Платонах, и в Ведах, они четко сориентированы, то есть они находятся на местах так называемой силы, на основных энергетических точках Земли, и в статье тоже обращается внимание, что город четко ориентирован по отношению и с городами Америки, и с другими городами Евразии, которые стоят на этих силовых линиях, включены как бы в эту сетку энергетическую, и позволяют нам утверждать, что мы на правильном пути. Нужно только, как говорится, продолжать и дополнять все выше найденное с помощью программы Google Земля. но, как говорится, кроме программы Google Земля, плюс ориентации сооружений древности, должны быть же еще какие-то материальные свидетельства, которые остались в прошлом, кроме подводных городов и возможных подводных городов, потому что мы же там не копали, не рыли, да, оно соответствует магнитным линиям Земли, но это требует, конечно, проверки. нужны карты, и они есть, есть карты древности, они сохранились в основном в Америке, тоже были открыты в 20 веке, например, в статье я привожу карту «Глобус», которая высечена на камне, которую нашел Элис Сатамайра в пещерах Ломана в Америке. На местных диалектах Ломана ничего не означает, но вместе с этой картой были найдены множественные фигурки, когда мы говорили про письменность, я обращал внимание на какую-то кобру, найденную в Америке, и вот все эти надписи на этих кобрах, пирамидах, которые очень похожи на египетские, просто один в один, на эти карты были наукой, как говорится, обозначены как прасанскрит, он же глаголица, и если взять за основу, они взяли за основу прасанскрит, и на прасанскрите мана означает ум, то есть вместо умных разумных, ну тогда понятно, почему там сохранились, как говорится, обущающие пособия, это карта, глобус, и на этом карте глобусе, что же нам интересно, что очертания современной Европы, они изменены, конечно, но не так сильно, а вот огромного острова, и как говорится, архипелага этого острова, в Атлантическом океане просто нет, плюс для меня был еще один маленький сюрприз, ну я слышал тоже, ну не предполагал, что это будет найдено тоже в Америке, дело в том, что эта карта она показывает не только пропавшую Атлантиду, она же Антлань, но и оказалось на этой карте изображен континент Му, это тот континент, который находился ранее в Тихом океане, он тоже огромный, грубо говоря, он приближается к современному Китаю и современной Южной Америке, но это, как говорится, для новых исследователей, для тех, кому будет интересно, это уже, как говорится, дело будущего, потому что тут сама Атлантида огромная тема, а тут еще искали Антлань, а всплыл еще и континент Му, ну для тех, кому интересуются все эти карты, снимки с этих карт, они приведены в статье, ну может быть эта карта была одна, да и все, конечно же нет, еще подобная карта, с теми же островами Му, с тем же Атлантидой, которая находится по обе стороны Америки, оказывается была изображена и на камнях Ики, конечно же наука считает их подделкой, но мы тоже с вами путешествия, путешествия по миру прошлого, находили на этих камнях и телескопы, находили и динозавров, и людей с динозаврами, так что сказать, что прямо эти карты новые созданы вчера, ну не знаю, но эти карты содержат данные о континентах прошлого, которые современная наука просто не обладает, и различные карты подтверждают наличие этих образований Атлантиды и континента Му, в Европе тоже сохранились карты прошлого, ну все-таки европейские карты это более на мой взгляд все-таки перерисовка, рисование чьих-то слов, кстати на них и территория современной Африки немножко затоплена, то есть скорее всего это карты, которые описывают уже состояние и до потопа и сразу после потопа, потому что чуть ниже мы увидим, что в основной удар после при затоплении самой Атлантиды пришелся на именно на территорию Африки, от Ближнего Востока и вплоть до Китая, но это чуть ниже сейчас мы рассмотрим. Дело в том, что есть уже та, есть информация, которая и не вошла в статью, например, в той же Америке, я думаю, когда-то будет может выпущена статья Атлантида номер 2, так в той же Америке мной, например, найдена фотография с фрески, где представлена фреска и на ней представлен человек, который тонет, вулкан, который извергается и сама суша погружается в воду, человек, который находится на какой-то индивидуальной лодке и, как говорится, гребет оттуда подальше, и все это описывается как бегство там такого-то сгибнущей Антлани, Атлантиды. То есть в Америке там, где просвещение так долго уж не, скажем так, действовало, материальных свидетельств этой трагедии сохранилось огромное множество. Ну, тут будет не лишним напомнить и саму легенду, которая в искаженном виде присутствует у греков и те материальные свидетельства, которые нам позволяют говорить про Луну Фату, потому что, как говорится, не все слышали наши предыдущие эфиры. Вот эта легенда отсюда распространенная мифа сказания о Фаэтоне Цинегелиус, который некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути. Я уточняю, все-таки в ведах более лучше написано, что Луна Фата сошла с орбиты и раскололась в результате этой войны между Атландией и другой частью человечества Асии. Империя тоже, другой частью человечества славян древности. И эта легенда гласит, а потом спалили все на земле и сам погиб из пепеленной молнии. Веды более конкретно говорят, Фата была сорвана с орбиты, на которой находилась эта орбита 17 дней. Она начала падать на землю, что привело бы вообще к полному уничтожению и земли, и людей, и всего. Поэтому было принято решение ее расколоть энергетическим ударом. Она была расколота на части, но, как вы поняли, это привело к неполной гибели всего живого, к огромным потерям земли и в территориях, и в людях. Там от 80 до 90 процентов жизни на земле было уничтожено, а сама земля поставлена на грань полного уничтожения. Был изменен магнитный полюс, который до сегодняшнего дня, как говорится, пытается вернуться в исходное состояние. Вот исходное состояние Гренландии или все-таки геометрически, это другой вопрос. Походу, уже геометрически а не Гренландии, потому что Гренландию, я так понял, он уже прошел этот полюс. Когда-то он вернется, когда это будет, не берусь судить, но продолжим, что же там дальше мифы эти говорят. В преданиях, мифах и легендах древних народов сохранилось огромное количество информации об ужасной катастрофе, которая была вызвана необычным небесным объектом. Но это луной фата. Древние народы, которые принадлежат к различным культурам на всей Земле, называли этот объект как Тифон, Медуза Гаргона, Сет, Апоп, Красноволосый Дракон, Огненный Змей, Раа, Велиофан, Кураган, Мату, Гаруда, Хумбаба, Змей, Радуга и так далее. То есть, о том, что какие-то осколки огромного небесного тела упали на Землю, знает практически все человечество, то есть, те небольшой его часть, которая выжила и смогла передать это дальше, рассказав о такой глобальной катастрофе. Катастрофа была настолько глобальная, что исследователи той же Америки говорят о том, что в горах, где расположены древние города, находятся следы морской воды. Морская вода на высоте две тысячи метров, то есть, там, где ее быть в принципе не могло, оказываются следы морской воды и удара огромных масс воды об эти горы. Так что, это в самой той же Америке, те, кто исследовал города тех же индейцев, так называемых, хотя к индейцам они мало чем имеют отношение, говорят про эти следы огромного потопа. Мы их чуть ниже найдем и в Африке и покажем, как они же конкретно происходили. Но, что же мы можем сказать, а была ли вообще, если была такая Луна, значит, должны сохраниться материальные свидетельства. И они есть. Например, тот же звездный диск из Днебры, который приводится в статье, так он содержит информацию даже не про две Луны, а про три Луны древности. Та же, например, Малтынская пластина, которую мы рассматривали в предыдущих эфирах, там есть интересный объект. Этот объект обозначен 14 точками. Наши предки ввели как ежедневный анализ календаря, так и ежегодную сверку с небесными объектами, тем более с лунами. Те, кто, как говорится, у кого есть калькулятор, можете умножить 14 на 360 25 целых и разделить на 13 дней цикл оборотов вы получите конкретные целое число. По-моему, это 566 получается. Но можете разделить и увидеть, что мы имеем практически полное совпадение. То есть, благодаря данным от товарищей Майя из Египта ведом мы знаем, что эти 5 дней добавочные. И умножение цикла древности 360,25 позволяет нам на Малтынской пластине определить небесный объект с периодом оборота 14 дней, 14 лет, я извиняюсь, который при умножении и делении на 13 дает целое число суток и объясняет нам, что это он, кстати, в виде полумесяца тоже. Этот полумесяц содержится сбоку от основной Луны месяца 28 дней как раз на диски из Небры, потому что нижняя Луна диска из Небры оказалась Луной Лелень с периода оборота 7 дней. Но это, как говорится, история еще будущих эфиров и разговоров. Пока же нам интересно, так, есть ли этот объект в других календарных системах? Конечно же, есть. Но тех же самых Майя очень распространен был самый распространенный цикл 13 дней, которые повторяются 20 раз. Это есть, как говорится, год, прошлый год самой Луны Фаты. Это настолько распространенная календарная традиция, что ученых современности она довела, можно сказать, до крайней степени непонимания и невозможности понять, что это такое. И бедные ученые, которые и слышать не хотят про что-то инопланетное, стали обзывать все календари древности инопланетными. Почему? Да потому что на небосводе отсутствуют небесные объекты, которые бы имели подобные характеристики. Отсутствуют они, как мы уже поняли, потому что они были уничтожены. А осколки их присутствуют на самой Земле, как огромные, так и маленькие. Например, там приводится множество календарных систем, которые, во-первых, показывают тот же Ачинский жезл, где наши предки более точно описали и показали, какой был конкретный, как говорится, период оборота Луны. Там есть эти циклы 273 дня уже, как говорится, с корректировкой. все это в статье описано, как эта корректировка происходила, что все это кратно выходило, опять же, 13, поэтому за основу и был взят 13 дней, и все это совпадает с циклом, все конкретно рассчитано на цикл 13 дней, и корректировка шла раз в 14 лет. То есть, если источники древности нас могут подводить, ну, я думаю, математика нам поможет подтверждать, что все это совпадает. И я же говорю, это Ачинский жест, Молтынская пластина, диск из Небры, плюс календарная система товарищей, которую приписывают товарищам Майя, плюс календар из Мезина, основа которой тоже, цикл 260, там 13 линий, которые повторяются 20 раз. Плюс у нас есть информация о том, что были добавочные 5 дней. То есть, раньше цикл оборота Земли и Луны месяца, он совпадал и был равен 360,25. И опять же, тот же самый Ачинский Жезл показывает рядом с циклом кратным 13 цикл, который кратен 360 в сумме, не 365, а именно 360. Там имеется еще одна дополнительная точка, которая позволяла корректировать этот цикл раз в 4 года, как это делаем и мы. Так что, опять же, это подтверждает, что данные циклы имеют место быть, они были действительно кратны 360, это и Ачинский, и Мезинский календарь, там тоже 360 полосочек присутствуют, которые показывают движение Солнца и Луны, которые раньше совпадали, А сейчас этих циклов не существуют. Плюс, как говорится, нам интересны и другие материальные свидетельства. Если эти катастрофы происходили, о чем, кстати, описывает и та же Библия, когда Ной спасался от потопа, вполне вероятно, что это именно речь идет про тот потоп, который был 13 тысяч лет назад, потому что, например, идет речь о том, что вода выпадала 40 дней, вода выпадала 40 дней и 40 ночей. Если, например, разделить на три оборота Луны-Фаты, так это и получается 39,9, то есть вполне вероятно, что эта вода бралась не только от того, что Атлантида погружалась на дно океана и происходило извержение вулканов, а это огромное испарение воды, все это ветер гнал как раз на сторону Африки, все это выпадало дождями, агро, которое уничтожало почву, размывало это все, потом в итоге вся эта вода прибывала и начала, как говорится, во-первых, эти волны прошли от падения Луны, по всей земле там описывается, что они проходились трижды, во-вторых, следы соленой воды есть на пирамиде Хефрена, пирамида Хефрена находится на 74 метра выше уровня моря, а штукатурный слой лежит на 100 метров выше еще, то есть повышение уровня воды было на 174 метра и более, а уровень воды до потопа, как я уже говорил, нам позволяет определить программу Google Земля, где более синим, ну таким светло-голубым светом выделены прибрежные линии прошлого, в статье они показаны, показаны огромные русла рек, огромные города рядом с этими руслами рек, например, там приводится рядом с Европой, рядом с Гренландией, то есть и эту глубину мы можем померить, то есть она раньше тоже была еще ниже, примерно ниже современного уровня, где-то на 180 метров, то есть вы представляете вообще, что там происходило, какие были передвижения водных масс, дожди, от воды, которая находилась на Луне, факт, извержение вулкана, испарение, огромное количество воды от встречи магмы и океанских вод, все это гнало не один раз, как говорится, непонятно, сколько это вообще продолжалось, 40 дней или больше, то есть, как это было затоплено, но сам факт, что ветер от погружения Атлантиды был, ну, из-за вращения планеты, скорее всего, был в сторону Африки и опять же приводится изображение с гугл земли, где мы видим, что согласно стрелке территория Африки, Ближнего Востока и дальше до Китая это выжженная пустыня, выжженная вопрос, чем, вот этими парами или водой этой, как говорится, которая все смыла и принесла этот песок. Это, конечно, вопрос, который нужно изучать и изучать, но сам факт, что раньше, опять же, источники не говорят о том, что были на земле пустыни, наоборот, идет речь о том, что земля была цветущая, прекрасная и, опять же, в районе того же Египта раскопки показывают, что глубже 12 метров начинается плодородный слой. То есть, было ли это нанесение этого песка из глубины океана или вся плодородная почва была уничтожена, это, конечно, вопрос к новым исследователям, но факт очень интересный, потому что он показывает время, направление ветра и основную, то место, где я принял основной удар, как говорится, от этой катастрофы, та часть планеты, скажем так. Поэтому в статье приводятся фотографии островов, которые были рядом с Африкой, где видны острова вообще безжизненные, где все смыло и уничтожило, а рядом с ними находятся западние цветущие прекрасные острова, которые цветут и расцветают до сегодня. Плюс территория современной Африки, там, где эта пустыня, она усеяна остатками древних деревьев, там, кстати, была другая береговая линия, есть эти фотографии, они приводятся и показывают, что позволяет нам сделать такие выводы, что этот потоп был минимум 12-13 тысяч лет назад, ну, наши календари говорят, что это 13 тысяч, 25 лет назад, уровень моря сразу после потопа был выше где-то на 170-180 метров от нынешнего, по крайней мере для Африки это 100%, скорее всего для Америки, для Африки, то есть удар пошел по всем, просто Евразию спасла огромная глубина континента, длительность ливни и выпадения воды было примерно 40 дней, направление ветра от этой катастрофы было Северная Африка и далее, отчего образовались пустыни вообще по всему земному шару, уровень воды до потопа был ниже примерно на 180 метров, это помогает опять же программа Google землянам предположить, и та же самая Библия говорит, что повышение уровня воды продолжалось примерно 150 дней, а длительность ливни была 40 дней, возможно это связано с периодом оборота ФАТ, это опять же нужно продолжать исследовать, так что общий подъем воды вместе с опусканием Антлани под воду получился около 350-380 метров, то есть были просто глобальные мягко говоря изменения во всех направлениях, ну может это нам привиделось как говорится, а неужели наука не могла найти такие ну просто колоссальные изменения которые произошли в то время в природе, оказывается наука обо всем прекрасно знает, она прекрасно знает, что примерно 10-12 тысяч лет назад по их расчетам до нашей эры, то есть вот они попадают в тот промежуток 12 тысяч лет 14 тысяч лет у нас есть конкретные данные когда это произошло началось огромное изменение природы по их исследованиям раскопкам которая привела к тому что мы имеем современную природу потому что в результате были огромные таяния ледников затопление территории это по словам самой науки и они определяют это как одну из самых больших революций и загадок в истории Земли они не понимают почему вдруг началась ледниковая эпоха вдруг сразу же вот эти 12-14 тысяч лет назад вдруг сразу началась ледниковая эпоха они предполагают это все взято с научных вот статей что наиболее вероятной причиной таких глобальных изменений климата и природы на Земле стали столкновения достаточно крупных космических тел с нашей планетой что привело к значительному изменению положения ее по отношению к Солнцу а это в свою очередь повлияло на температуру на планете конечно лишились Луны изменилась скорость вращения Земли как говорится получили плюс массу еще к Земле да еще глядейшей воды получили с той же Луны огромное количество так что а в итоге потом повышение температуры все-таки Земля стабилизировалась хоть на это ушли сотни а вероятные тысячи лет согласно научным данным все это привело в итоге потом Ледник все-таки отступил образовались масса озер заболоченных пространств новые как говорится моря уровень мирового океана изменился как и береговые линии при этом ясно и понятно что и биосфера изменилась самой Земли и это привело к тому климату который мы примерно имеем на сегодняшний день другие же данные показывают что мы потеряли еще скорее всего половину кислорода прошлого то есть изменения в принципе произошли глобальные плюс например мои исследования показывают что мы потеряли не только как говорится природу прошлого но например мы потеряли фактически всех мамонтов потому что до потопной календари именно потопа 13 тысяч 25 лет назад от Лани они все сделаны на костях мамонтов а уже после потопной календари они делались на именно на камнях в основном то есть уже мамонтов не осталось ни на каких костях было делать эти календари как Ачинский Жезр Молтынская пластина Мезинский календарь ведь все они сделаны из костей мамонта вот вкратце скажем так и в общих чертах те доказательства и моменты на которые я хотел обратить ваше внимание которые собраны мной в статье и которые я считаю заслуживают не просто вашего внимания но и дополнения дальнейшего изучения потому что наука не может или не хочет изучать этот вопрос видеть очевидное они ограничены или своими как говорится авторитетами или еще чем-то а если мы хотим иметь будущее нам нужно вспоминать про прошлое потому что дальнейшие исследования привели показали куда делись эти атланты кто спасся кто зародил новую кто возродил и сделал новую цивилизацию я же говорю исследования эти привели к тому что стало возможно открыть найти еще одну луну земли а это уже будет леля период оборота которая 7 дней подойти ближе к даари и продолжать поиски наших великих предков и тех цивилизаций мегалитов которые они строили по всему миру и дополнять то что историческая наука не хочет видеть как у нас так и по всему миру так что я думаю для начала вполне достаточно Алексей я надеюсь мне удалось завязать ниточку нашего разговора со слушателями завязал так уж завязал хорошо давай будем считать что первая часть у нас в виде доклада закончена мы сейчас перейдем на музыкальную паузу небольшую и после этого уже включим диалог с нашими уважаемыми зрителями канала ютуба и теми кто находится в чате народного славянского радио итак три минутки музыкальной паузы в ютубе музыка будет не слышна сразу предупреждаю хотите слушать музыку слушайте народное славянское радио непосредственно через наш транслятор на сайте народного славянского радио отдыхаем народное славянское радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части музыкальной паузы музыкальной паузы музыкальной паузы музыкальной паузы музыкальной паузы музыкальной паузы Продолжение следует...